Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Светлана Хоченкова запомнилась зрителям не только по российским проектам, но и по голливудским лентам. Эта актриса могла бы стать звездой на Западе, но предпочла реализовываться здесь, в России. И кто бы мог предугадать, что в итоге случится со звездной красавицей. Недавно Светлана отметила 40-летие, но в отличие от многих сверстников, не впала в отчаянную рефлексию. Актриса не считает нужным жить прошлым, тем более, что здесь и сейчас у нее слишком много актуальных задач. Так, в конце января был показ первых эпизодов нового ситкома с участием Хоченковой. В «Я любила мужа» она сыграла домохозяйку, которая во время БДСМ у тех случайно убила супруга. И в принципе Светлана сейчас не имеет недостатка в работе. Однако и остаться без своей основной профессии звезда не боится. Так, в новом интервью Хоченкова сообщила, что в случае ухода из карьеры она без куска хлеба не останется. «Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду», – заявила артистка. Танцы вокруг шеста или же полденс уже давно стали обыденностью для Светланы. Даже при плотном рабочем графике Хоченкова всегда готова выкроить время ради тренировок. Для нее пилон – не хобби, а самый настоящий спорт. «Это очень серьезная физическая нагрузка», – отметила знаменитость. Между тем ежедневно Хоченкова сталкивается со страшной травлей в сети из-за своего увлечения. Актрису постоянно стыдят за то, что та открыто показывает в соцсетях, как крутится вокруг шеста. С подобным положением вещей Светлана уже смирилась и не собирается никого переубеждать в обратном. Мне так и пишут в соцсетях, какой позор, в 40 лет такое вытворять. А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу, эти люди не понимают, о чем говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут не грамма пошлости. Если бы они могли отбросить стереотипы, но они стесняются, – подчеркнула Хоченкова. Примечательно, что при наружном спокойствии и позитиве Светлана сейчас переживает не лучшие времена. Если бы актриса сама не заговорила об этом, то вряд ли кто-то мог заподозрить ее в пошатнувшемся душевном покое. Между тем, состояние Хоченковой оставляет желать лучшего. Тревожно. Точнее так, кажется, что все в порядке. Проекты, которые мы делали в последнее время, вскоре выйдут. Но все равно не получается расслабиться. Не представляю, что будет с нашим кинематографом дальше. При этом я даже до конца не понимаю, за что именно волнуюсь. Мой страх не имеет конкретной краски, – заключила актриса.